Дмитрий Флорин Разбой, мародерство Это изданка войны Животные на войне ведут себя как животные Просто на войне у скотов больше возможностей открывается Как ведет себя на войне российская армия, я знаю Я дважды принимал участие в войне в Чечне в составе российского спецподразделения Я украинец Не знаю, играло ли это какую-то роль в том, что я был шокирован тем, что происходило на войне в Чечне При этом я на то время уже отслужил два года в российском ВДВ И уже три года отработал спецподразделение МВД Я хорошо помню один пример Это была осень 2001 года Это был Нажаюрский район Села Бетарки Или Гелини Или Татайхутер Что-то из этого, я точно сейчас не помню Мы обнаружили дом на зачистке В котором было очень много всякого товара В том числе там какие-то лежали кучи спортивных костюмов Что-то еще Видимо в этом доме жили люди, которые занимались торговлей Потому что больше в тех годах в Чечне заниматься было нечем Потому что вся республика лежала просто в руинах Наши нашли в доме много комплектов запечатанных новых спортивных костюмов Что-то там еще Теперь внимание Для того, чтобы освободить место для воров на ВРД Рюзак десантный Бойцы вытаскивали и распихали по всему дому Патроны Выстрелы от посольных гранатометов Гранаты Мой командир отделения прозвал меня Сказал, Дима, надо И засунул мне под разгрузку Настяки большие, настяные часа Они вот так вот торчали Они не влезали мне Под разгрузку Я сказал, что их все равно будет видно И мы как бы спалимся И весь день операции Я не смогу с ними ходить Помимо того, что мне будет неудобно Это будет небезопасно И уж не говоря про то, что конечно В это никто не берет в расчет Противно Потому что о том, что тебе противно этим заниматься Естественно, об этом говорить нельзя Потому что Ну, как же так, ты не будешь брать трофеи Это же так было положено Поэтому, если ты такой, как бы, ну Тебе противно Будешь сидеть в вечном дежурном по столовой Все месяцы до конца командировки Из дома вынесли тогда много Мой коллега Саша Бегал с какой-то шернутой курткой Носился, думал, куда ее спрятать Я думал, что туда что-то завернул Что-то ценное Я спросил там, что там в куртке Он говорит, нет, просто куртка Я говорю, ты что, ты что, в Россию собрался везти? Ты что, сиди дома, не можешь куртку купить? Ответ немного объяснил Он просто ответил Ты что, она же кожаная После того, как дом был ограблен Наши вызвали саперов Мол, там растяжка Которую сами же и поставили Оставили боеприпасы Приехал Урал И УАЗик из комбинатуры на Жаюрта Попросили они нашего сапера Чтобы он снял растяжку Он ее снял Когда стало безопасно Они подогнали Урал Прямо погнали к дому И вынесли с дома вообще все Со стен ковры сдирали Кувшины забрали С которыми люди в туалет ходят Вещдоки На днях ко мне обратился Мой друг чеченец Живущий в Финляндии Он помогает украинцам здесь И рассказал, что он Со своими друзьями чеченцами Сейчас просто в шоке От того, что Какая информация им поступает О происходящем в Украине Шокирует их уже Не столько то, что на стране России Против Украины Воют чеченцы А то, что они ведут себя Так же, если не хуже Как и российская армия Так же, как поступали с ними Во время войны в Чечне Чеченцы грабят украинцев Забирают имущество Избивают, калечат людей Когда я впервые прочитал О тех комбайнах Помните эту историю Которые кадыровцы угнали Из Украины И они в Чечне потом оказались Ну, я, конечно, ошален Но думал, что Ну, у нас такого не было Думал, может какие-то такие комбайны Они суперсовременные Дорогие Там в Чечне такого нет Видимо, из-за этого Как бы, ну, чем иначе Это объяснить И тут мне показывают Вот те украинцы Показывают фото Грузовик Газель Которые кадыровцы Просто забрали Загрузили в машины Все, что было у него в гараже В доме Отобрали, ограбили При хозяевах И увезли Вычистили Гаражи и дома При хозяевах Так даже фашисты не делали Так только Красная Армия Грабила немцев В концу войны И после войны Когда на государственном уровне Уже вывозили заводы Машины Все, что вообще могли Из Германии вывезти Но Германия Хотя бы воевала с СССР Украина не воевала с Россией Тем более с Чечнёй Украина на Россию Не нападала Ни на Чечню не нападала И вы не забыли? В Чечнёй воевала Россия Русские вас грабили Убивали Не украинцы Где кодекс чести чеченца? Вообще кто после этого? Или вы считаете, что под возгласы Ахмат, Слива Можно делать вообще что угодно? Вы мусульмане? Что за Рамзан Акбар? Не думаете ли вы Вот про суд здесь? Если вы не думаете То продумайте про суд другой Там Вы хотите стать русскими Больше, чем сами русские? В чём? В грабежах, разбой и насилие? Украина победит Преступников будут судить Слава Украине!